Добрый день! Подписывайтесь на наш канал Кировград.ру и подписывайтесь на наш канал Кировград.ру. Добрый день, коллеги! Добрый день! Добрый день! И чуть позже к нам присоединится еще Андрей Петровых, руководитель компании «Два Андрея». Добрый день! 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 По крайней мере, я думаю, что у них теперь другого пути точно нет. А самым показательным, я все время рассказываю эту историю, было в свое время там народное голосование, когда один наш крупный оборонный завод бился с салоном вертикального озеленения. Мне директор завода звонил и говорил, ну не может быть, чтобы они нас победили, ну не может быть. Не бывает. Но самое главное в этом, коллеги, все-таки для нас, это то, что об этих событиях узнает большое количество людей. Голосование привлекает тысячи людей, у нас в последний раз проголосовали только почти три тысячи, просмотров там гораздо больше. И самое главное, что они посмотрели все эти события, они узнали, что это произошло. Да, мы выбрали победителей, да, мы их наградили и отметили, но в целом люди узнали то, что происходило в бизнес-среде за май, какие заводы открылись. А ведь открываются заводы, у нас в профессиональном голосовании второй месяц подряд побеждает новый завод. В прошлый раз имлайт мы с вами разговаривали, в этот раз там два, Андрей, ведь полноценный завод, полноценное производство, мы вчера на нем были. А, кстати, то, что, Андрей Леонидович, премия вручается именно на площадке победителя, это обязательное условие? Уже есть какой-то знак в этом? Ну, на самом деле, это тоже эволюция премии, которую мы развиваем, потому что сначала это происходило в палате, потом это было на площадке. То есть, не они к вам, а вы к ним. Да, это было на площадке партнера, а потом мы подумали, ну, а почему мы должны там все, ну, зачем здесь это вручать, надо делать это там, где это произошло. И теперь мы стараемся действительно на площадках победителей вручать премии. Вы не поверите, какой эффект... А в этом тоже есть мысль, ну, то есть, там же сотрудники, да, которые добивались этой победы, получается. Да, потому что это не только победа руководителя. Два Андрея, это 350 человек, которые работают в компании. Конечно, им приятно, что мы там вручаем премию у них на площадке. То же самое с имлайтом было. Но там есть еще очень интересный момент, коллеги. Мы внутри бизнес-среды знакомим их между собой. Вот я хотела про это спросить, да, там же люди, так или иначе, благодаря этим событиям пересекаются, общаются... Внутреннюю кухню, что называется. Мы вчера с Россельхозбанком обсуждали с Александром Леонидовичем, что в Кирове не выпускается пленка полиэтиленовая для сельскохозяйственных предприятий. Будучи на предприятии, которое выпускает пленку, и мы вчера разговаривали о том, что можно было бы посмотреть о выпуске вот такой новой востребованной продукции. Да, там будет это обсуждаться. То есть вот это пример вот такой внутренней кооперации. Напомним, два Андрея, это ведущий, да, наверное, в стране, можно сказать, специалист. В этом году ведь 30 лет уже компании исполнилось. Да, и вообще удивительная история, на самом деле, конечно, на рынке упаковки доминируют глобальные там компании. Да, но сейчас там, может быть, интернациональные ушли, но такого национального масштаба, да. И в этом смысле два Андрея очень достойные позиции занимают, несмотря на то, что являются, в общем, региональной компанией. Мы вчера видели эти бобины упаковки. Ну, слушайте, там со всей страны каких только брендов нет, для кого два Андрея делают упаковку. Ну, и в том числе под 650-летие нашего города тоже линейка выпущена. Давайте Маргариту спросим. Маргарита, вы, как руководитель пиар-департамента Вятско-торгово-промышленной палаты, какие вообще инструменты используете для продвижения премий, для привлечения внимания, чтобы больше голосовали, больше участвовали, как можно больше людей знало вообще об этой премии? Как вы их ищите вообще, участников? Тех, которые каждый день вам рассказывают о происходящем? Я вот честно скажу, мы уже никого не ищем. Сами приходят. То есть если раньше у нас было 50 на 50, то есть премия носила и заявительный характер, и наш департамент занимался ежедневным мониторингом, то сейчас это не самый у нас ключевой инструмент, потому что компании видят, что происходит. Появляется и здоровая конкуренция между ними, появляется и азарт. То есть я знаю компанию, которая на своих планерках каждый месяц говорит, почему у нас в этом месяце без бизнес-события, почему мы не заявились на бизнес-события. То есть это такой спектр эмоций, и это для самой компании инструмент хороший для продвижения и для пиара. Наша задача была об этой премии качественно, громко рассказать и продолжать рассказывать, что мы и делаем. То есть сейчас у нас никаких проблем с этим нет. Мы сотрудничаем со СМИ, мы сотрудничаем с предпринимателями. Вятская торгово-промышленная палата сейчас уже насчитывает только наших членов палаты порядка 700. Поэтому, да, приглашаю всех прямо сейчас. Такое вот, о чём говорит Андрей Леонидович, да, когда предпринимателю либо компании приходилось объяснять, почему какое-то их, может быть, внутреннее событие, да, открытие чего-то маленького, может быть. Это важно для города. Конечно, конечно, практически всегда, потому что зачастую предприниматели, они смотрят очень глобально на то, что они делают. И такие мелочи, они для них мелочи. Ну, то есть это обычный рабочий процесс для них. Обычная рутина, да. И когда начинаешь общаться, когда начинаешь номинировать, начинаешь рассказывать, рисовать красивые макеты, а мы полностью весь контент сделаем сами. И они увидят, как мы про это написали, как мы про это рассказали. И это вызывает очень большую гордость и отклик. Действительно, да. Ну, давайте уже перейдём к победителю в народном голосовании, да, Кировский филиал Россельхозбанка. Напомню, что с нами Любовь Мохова, замдиректора Кировского филиала Россельхозбанка по розничному блоку. Любовь Анатольевна, что для банка вообще значит эта победа? Вы ожидали, как вы заявлялись, поделитесь, пожалуйста. Сейчас расскажу. Поближе к микрофону. Да, победа. Ну, для нас победа – это очень важное событие, потому что мы первый раз участвуем в таком конкурсе. Как вообще всё начиналось? У нас есть общая группа, где находятся все сотрудники Россельхозбанка, у нас около 4-х человек. У нас было скинуто, да, вот это именно голосование. И когда я увидела как раз эту информацию, я сразу поняла, что нам необходимо... Ну, вот первые две задачи у нас было – это ознакомить как можно больше клиентов наших, которые сейчас у нас обслуживаются, которые будут у нас обслуживаться с этой новостью. И также создать такой спортивный интерес, спортивное соревнование между другими участниками и плюсом ещё сплотить нашу команду. И мы начали... Ну, я прям ежечасно... У вас это есть кемпилдинг в такой участнике? Я ежечасно прям туда заходила в контакт, смотрела, сколько голосов у нас, сколько голосов у других участников. И мы на протяжении двух дней, там, трёх даже дней, у нас одинаково голоса были с унями. И когда уни нас обгоняли, там, на парочку голосов, я скидывала это в группу. Ребят, давайте посмотрим, что у нас там дальше будет продолжаться. И меня это не отпускало даже выходные, потому что голосование длилось до 13-го числа, до обеда. 12-го числа у нас был выходной, а перед этим ещё была суббота-воскресенье. То есть я мониторила это всегда. Александра Леонидовича в курс дела ставила и нашу команду. Это руководитель филиала. Да, да, и нашу команду. И мы вместе радовались нашей победы. Но это на самом деле круто, потому что, ещё раз говорю, что это первый раз у нас такое произошло. Все ребята очень радовались, прям ура-ура-ура кричали, что мы победили. А я верно понимаю, что вы тут буквально в последний вагон успели запрыгнуть, потому что 31-го мая состоялось открытие-то, да, официальное? Да, у нас 30-го... Четвёртого по счёту офиса... Четвёртого по счёту в Кирове, да, именно в Кирове, в городе Кирове, да. Вот, а голосование мы начали перед 12-м числом, вот перед выходными ещё. Ну, Владимир, про то, что вы... Я имею в виду, что именно в последний день, в мае, там, да, 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 поняла. Что, собственно, предшествовало вот этому открытию, когда появились планы по расширению, по появлению этого офиса, почему? Планы появились ещё в прошлом году, это примерно лето было, мы подумали об открытии как раз дополнительного офиса. Сейчас в мире цифровизации, когда всё уходит в удалённые каналы, но есть такая тенденция, что много клиентов и там хотят именно обслуживаться физическое общение, чтобы было с нашими сотрудниками, и чтобы они получали дополнительные услуги, банковские услуги именно в самом ДУП-офисе. И поэтому было принято решение как раз-таки открывать ДУП-офис. Нас в Кирове не так много, потому что три дополнительных офиса всего здесь в Кирове открыто. И вот как раз четвёртый в центре города с удобным расположением очень, мы недолго думали, как раз там приняли решение, что нужно открывать дополнительный офис. Для тех, кто, может быть, не в курсе, да, как-то не очень погружён именно в эту сферу, как вообще сейчас Россельхозбанк себя позиционирует, да, чем вы отличаетесь от конкурентов, прямо скажем, да, от других банков, с кем вы сотрудничаете, кто ваши основные клиенты? — Давайте расскажу. Вообще Россельхозбанк был создан 24 года назад. У нас как раз был день рождения на прошлой неделе, мы его отметили. — Ещё один праздник. — Да, ещё один праздник. Как раз мы вышли после 12-го числа, мы друг друга поздравляли с днём рождения. Вообще Россельхозбанк был создан для кредитования и развития сельского хозяйства. — То есть это поддержка именно агропромышленного комплекса, да, на территории Российской Федерации, но сейчас мы универсальный банк, который предоставляет все банковские услуги на рынке. — Любому клиенту? — Любому физическому лицу, юридическому лицу. — Не обязательно бизнес, не обязательно сельхозпроизводитель. — Да, не обязательно. Это любой клиент, который может получить любую услугу. И вообще вот даже банковские карты мы открываем детям с шести лет, поэтому всё население может быть охвачено нами. То есть это универсальный сейчас банк. — Ну и среди аграриев тоже немало ваших клиентов непосредственно, да, в Кировской области? — Да, конечно. — Это и небольшие фермерские хозяйства, включая, да? — Да, в Кировской области. — И крупный бизнес, да, есть. И мы наращиваем базу сейчас именно и физических лиц в том числе. — Победа в премии «Бизнес-событие» для ваших сотрудников. Вот, не знаю, первая реакция самая. — Первая реакция — это вау, это лайки, это прямо такие огоньки, это ура, ура, ура. Мы победили, потому что на самом деле это командная победа, и мы всегда-то говорим, что это не руководители. То, что мы смотрели, кого-то заставляли, абсолютно нет. Я увидела на страничках многих ВКонтакте эту информацию, чтобы проголосовали за нас. — Делились, да? — Конечно, делились, на страничках всё это выставляли у себя для того, чтобы... Но главная наша цель была для того, чтобы наши клиенты, будущие клиенты, настоящие об этом узнали. Именно об открытии ДОП-офиса это не так часто бывает, потому что у нас последний дополнительный офис был открыт более четырёх лет назад в Кирове. — Ещё до ковида получается, да? — Да. Это офис, который находится у нас в Новоровского. И вот такое событие очень важное. — А вообще по нашему региону три десятка, да, офисов Ростельхозбанка сейчас функционирует? — Да, 30 ДОП-офисов. Мы находимся практически в каждом районе Кировской области. Вот в Кирове у нас четвёртый ДОП-офис открыт. Мы присутствуем в каждом районе. И ещё будем расширяться, потому что у нас будет немножко ещё другой формат. И мы уже к другому формату идём. Это универсальные рабочие места, где на местах находится один сотрудник, но при этом он осуществляет все операции, которые можно осуществлять вообще в банке. — Где-то вы таких людей берёте? Вы сами готовите? — Конечно. Мы сами готовим. У нас опыт в обучении очень большой. Мы обучаем наших сотрудников, которые вновь пришли, которые сейчас у нас работают, потому что мы постоянно развиваемся. У нас появляются дополнительные услуги, и мы, конечно, обучаем сотрудников этому. И ещё хочу сказать, что мы скоро, скоро, но это в следующем году у нас будет, мы в Амутнинске откроем новый ДОП-офис нового формата. И у нас будет там тоже шикарное открытие. — Ну хотя бы намекните, хоть чем он будет отличаться. — Ну давайте вы увидите это, услышите уже в следующем году. У нас сейчас новый формат, который у ДОП-офис открыт, это нового формата, но будет ещё современнее ДОП-офис. — Ну, всё-таки задам этот больной вопрос. Всё-таки проблема с кадрами-то существует в банковской сфере, чтобы найти сотрудников для работы в новых офисах. Как вы справляетесь с этой задачей? — Ну я скажу, что мы справляемся на отлично, потому что мы сотрудников ищем и через наших сотрудников. Это реферальная программа у нас есть. И мы участвуем очень активно в подворье кадров именно в аграрных техникумах и университетах. Мы туда приходим, мы рассказываем про нашу работу, как у нас работаются. И у нас очень много именно студентов, которые окончили и колледжи оканчивают, и университеты оканчивают, и мы их приглашаем к себе на работу. — То есть у вас молодой коллектив? — У нас сейчас, да, становится молодой коллектив, потому что девочки и мальчики приходят. Им чуть больше 20 лет, 21 год. Как раз мы новый штат наш, доп. офис, набирали из молодых сотрудников, но уже они у нас проработали примерно полгода. И сотрудники, которые более опытные, вот мы так вот совместили, что у нас и молодежь, которая только пришла, и опытные сотрудники. — А еще, по-моему, работа в банке всегда считалась такой престижной. — Я тебе могу сказать вот по недавней новости Росстата, да, про среднюю зарплату в Кировской области, сотрудники финансового сектора, организации финансового сектора, они как раз в лидерах, да, то есть там зарплата хорошая. — Ну, вообще, Андрей Леонидович, внимание банковской сферы к премии, оно традиционно высоко, да, я предыдущую помню премию, там Банк Хлынов получил, да, за то, что попал в сотню Форбс. — Да, я скажу, что здесь вот Маргарита правильно говорит, предприятия начинают учиться использовать, собственно говоря, этот в определенном смысле такой инструмент, да, для рассказа о своих достижениях. Кто-то начинает действительно по достоинству их оценивать, кто-то начинает ими гордиться, вот как говорит Маргарита. Иногда мы действительно звоним руководителю предприятия и говорим, слушайте, ну, это же круто то, что вы сделали, вроде так, ну, что такого-то. Мы говорим, да нет, круто, и после этого происходит вот эта переоценка, что это действительно надо оценить самим, надо рассказать сотрудникам, надо рассказать об этом потребителям и клиентам, да, вот внутренняя гордость приходит за это, и мы тоже считаем это очень важным элементом премии. Самыми активными, конечно, самой активной, наверное, сферой является общепит. Тут ни одной премии не обходится, по-моему, уже на протяжении всей истории без открытия какого-нибудь... — Общепит и производство продуктов, да? — Это специфика отрасли, потому что всё время живут там что-то кипит. — Именно общепит, то есть те места, куда можно прийти. — Да, новые точки открываются постоянно, и мы с интересом о них узнаём, и, кстати, тоже вот те, кто участвует в премии с точки зрения победителей, номинантов, узнают про эти точки, мы потом обмениваемся, значит, кто куда сходил. — А вот я поняла, коллаборация — это первая, которая нуждается. — Да-да-да, то есть так и распространяется информация. — Как вы сотрудничаете, а вот так, да? — Да, вот, но на самом деле я могу, ну вот я уже приводил пример, два месяца подряд мы выручаем за открытие заводов, да, и на самом деле много событий происходит и в производственной сфере, много событий касаются победы наших предприятий на различных конкурсах и мероприятиях там федерального и международного масштаба. То есть здесь, сейчас для нас раньше была проблема, там, десяток событий на месяц набрать, да, там, мы выискивали, сейчас мы уже из этого, там, лонг-листа вот 10 в шорт-лист сформировать уже становится достаточно сложно. — Слушайте, я вот сейчас поняла, что вы ещё и стимулируете сами предприятия не только в премии участвовать, но и рассказывать о своих событиях. То есть раньше ведь проблема, насколько я понимаю, была в чём? Найти вот эти события, да? Мало кто рассказывал. — Именно в этом задача, то есть мы же понимаем, что мы не пытаемся одной премии только нашим проектам обо всём рассказать. Наша задача запустить вот эту информационную волну, да, за что вам ещё раз спасибо нашим партнёрам, которые позволяют нам это сделать, потому что действительно предприятия начинают гордиться тем, что делают, начинают об этом рассказывать, и это распространяется уже волнообразно, да, там, лавинообразно. То есть каждый начинает говорить, начинаются репосты взаимные, все переразмещают у себя на страничках, и там уже начинается неконтролируемое распространение. Я вам могу точно сказать, мы вчера, когда премию вручили, собственно говоря, спускались вниз с пятого этажа здания двух Андреев, а руководитель компании, занявший второе место, да, там, выпустивший уняшу, он сказал, я очень доволен. Теперь все в Россельхозбанке знают про наш продукт. Ну вот, да. Ну и всё-таки, может быть, есть сферы, которые ещё... Сферы бизнеса, да, недостаточно, может быть, представлены в рамках премии. Вот где-то вы чувствуете... Скромничает ещё. Ну, я скажу, что, наверное, СМИ у нас не очень активно участвуют сами, да. Слушай, Анна, надо подумать, чем мы могли бы заявиться. Хотя вы тоже, да, вы тоже бизнес, у вас тоже есть хорошие достижения, да. Служебным положением, да. Потому что мне кажется, что СМИ, наверное, внутренне себя воспринимает, может быть, не очень как бизнес, особенно редакции, больше как, ну, какая-то общественная история. Конечно, социальная, конечно. Но я думаю, что можно и через эту призму посмотреть на вас, и ваши достижения известны, мы о них рассказывали и рассказываем. Так, у нас сейчас будет небольшой перерыв, и у нас ещё останется время для общения с Андреем Петровым, руководителем компании «Два Андрея». Может быть, ещё какие-то слова похвальные, да, в этой компании, для тем, как мы пообщаемся с Андреем Валерьевичем? Слушайте, ну, вот Андрей расскажет вам, как в 2018 году они там начали это строительство, да, и вроде 6 лет, не так много, а с другой стороны, вспомните, это совсем другая жизнь, да. И вот именно в этом и есть достижение бизнеса. Начав что-то делать, они доходят до результата, появляется новое предприятие, новый, по сути дела, там, производственный комплекс, тот, которым гордится у нас, ну, весь регион, да, там «Два Андрея» знают все, мне кажется, да, и пользуются все. Но мало кто понимает, через что бизнесу приходится пройти, чтобы этого достигнуть. Спросите Андрея, я думаю, что он расскажет. Но это уже после небольшой рекламной паузы, да. Благодарим наших гостей. Андрей Усенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, Маргарита Каждан, руководитель пиар-департамента Вятской торгово-промышленной палаты, Любовь Мохова, заместитель директора кировского филиала «Росельхозбанка» по розничному блоку, и Андрей Петровых, руководитель компании «Два Андрея». Напоминаю, что наша радиостанция «Кировград» дает возможность нашим гостям красиво и уверенно звучать, а наш партнер клиника аппаратной косметологии доктора Ильиной дает вам возможность выглядеть красиво и эффектно. Клиника доктора Ильиной – это клиника аппаратной и эстетической медицины, которая обеспечивает своим пациентам полный спектр современных медицинских услуг для сохранения вашей молодости, здоровья и красоты. Более 15 аппаратных методик, которые помогают эффективно работать с возрастными и герматологическими проблемами кожи лица и тела пациентов, инъекционная косметология, уходовые комплексы, а также косметика для домашнего ухода. Клиника доктора Ильиной – мы служим вашей красоте. Пятницкая 12, дробь 1, а номер телефона – 448008. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. И прямо сейчас мы подключаем к нашей беседе руководителя компании «Два Андрея» Андрея Петровых. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Здравствуйте. Хочу начать, разумеется, с поздравлений, с получением премии «Бизнес-события» в рамках экспертного голосования. По итогам мая компания «Два Андрея» признана лучшей за события. Это открытие нового административно-производственного комплекса по адресу город Киров, улица Жуковского, 2А. Все верно? Да, да. Что, Андрей Валерьевич, значит для вас и ваших сотрудников эта победа? Насколько она подняла боевой дух? Вы знаете, это результат работы за последние пять лет. Потому что здание строилось под технологию, под экструзионное оборудование, которое очень высокое, поэтому здание соответствующее. Ну, мы очень долго продумывали, мы долго строили, несколько проектировщиков участвовали. Здесь мы попали и на период коронавируса, и начало СОО, ну, короче, мы окрепли все самые сложные периоды. В общем, мы строили, нам было тяжело, было сложно. В процессе стройки пересматривали то, что нам нужно, меняли проекты, пересогласовывали. В общем, это была большая, длинная, сложная стройка, которая именно подвязана под производство, под технологию нашей работы. Слава Богу, что она кончилась. Мы очень рады. Мы рады награде. Еще больше всего мы рады, что стройка закончена. Ну, на самом деле, я лично за рулем по улице Жуковского так довольно часто проезжаю. И ваше здание, оно очень заметное. Я почему-то уже несколько лет последних думал, что вы там уже работаете, а оказывается, открытие произошло только-только. Ну, вот спасибо, вы только что пояснили, да, что целых пять лет вы готовились к открытию. Сколько сейчас персонала, Андрей Валерьевич, задействовано вообще в работе компании? Ну, порядка трехсот человек у нас работает. Ну, вы видите, здание внешне, оно может стоять, и оно может казаться, что закончено, но отделка полтора года шла. Потом современная инженерная инфраструктура внутри здания, там, вентиляция, отопление, просто даже система охлаждения. Для технологии нам нужна система охлаждения. У нас промышленный охладитель, то есть, скажем, такая комната 2 на 12, где очень много оборудования, и на крыше эти фонкулеры и всякое другое оборудование. Короче, оборудованием сложным, напичка на здание, и когда коробка есть, это еще незаконченная стройка. Еще очень много работы, и даже более дорогостоящие работы, дорогостоящие стройки остаются незаметны для других. Начинка, она выходит дороже, чем сама коробка. Ну, оборудование у вас, если не ошибаюсь, иностранного производства, да, линии? Конечно, конечно. Оно есть, есть европейское различных марок, есть тайваньское. Разных производителей, Италия, Германия, Дания, Турция, Китай, Тайвань, все, что из Испании, все, что нам нужно, все, что есть аргентинское оборудование. Ну, то есть, производство – это такой конструктор, и каждый руководитель производства из вот этих кубиков, из вроде бы одинаковых кубиков из панкартных, делает уникальный набор, уникальную картинку. Появление нового комплекса означает, что вы будете расширять количество партнеров, новые рынки сбыта найдете в правильном направлении мыслью? Да, мы давно уже работаем на всю Россию, ну, в первую очередь, это, конечно, Московский регион, Юг России, Урал. Мы будем продолжать работать, мы стараемся вертикально интегрированную работу построить, то есть, больше печатать на своей пленке, то есть, меньше со стороны покупать полуфабрикатов. Цель была именно такая – старевую базу для себя создать, чтобы было больше своей пленки. А, кстати, на каком сырье, Андрей Валерьевич, сейчас работаете? Ну, это полиэтилен, полиэтилен в основном российский, но чтобы хорошую пленку сделать, то нужно добавлять импортный полиэтилен, нужно добавлять эксономобил. А переработка, там, вторсырье используется? Мы перерабатываем свои отходы. То есть, которые в процессе у вас производства возникают, да, и вы их повторно пускаете? Да, да, свои отходы мы перерабатываем, используем их в мусорных мешках и пищевых пленках. Вы работаете в основном ведь с производителями, да, упаковка под конкретный продукт? Да, да, да. Мы производим пленки, то есть, мы производим, можно сказать, полуфабрикаты для других компаний, которые потом рассосовывают эти пленки, в эти пленки какую-то продукцию, там, бокалею, какие-то промышленного назначения товары. Ну, то есть, мы, в основном, мы производим так называемый продукт гибкая упаковка, то есть, мы поставляем нашим потребителям запечатанную пленку, пленку в печатью, пленку склеенную, одна, две, три пленки склеены, это ламинат, ламинированная пленка. Вот, определенной массы люди ставят на свои рассосовочные линии эти рулоны и зафасовывают уже кому что надо, кому красивый яд, кому рис, кому фурнитуру техническую, кто что. Каждый заказ, ведь, он уникален, над ним нужно работать, обдумывать. Тут универсальный подход, наверное, все-таки, по большей части, не приемлем, да. Если говорить о планах по развитию еще, над чем вы сейчас подумываете? Вы знаете, сейчас нужно выжить, сейчас нехватка людей в стране, сейчас экономическая ситуация крайне тяжелая. Сейчас нужно просто выжить, пережить, я не знаю, как долго это будет. Страна наша большая, протяженная, доставлять потребителям очень дорого. Я думаю, у любого предприятия сейчас масса проблем, в первую очередь с кадрами. Вариантов, на самом деле, немного. Повышение зарплат, это не решает. Так или иначе, Андрей Валерьевич, факт остается фактом. Компании 2 Андрея уже в этом году 30 лет. Это очень солидная, это очень солидная дата для бизнеса. Удивительно, вы знаете, за эти 30 лет, то есть, вначале мы сталкивались, ну, то есть, с одними проблемами сейчас, с другими. То есть, каждый год, каждое десятилетие совершенно новый рынок, новая бизнес-фреда, новые вызовы. Это удивительно. Андрей Валерьевич, желаю вам успешного развития, двигаться к новым победам и к новым юбилейным датам. Ну и, конечно же, еще раз с вручением премии бизнес-события.